всем привет хочу показать цветение некоторых своих орхидей все показывать я не буду потому что вы их уже все это видели возможно дождусь распуска орхидей которые меня зацветут впервые и включу их в это видео ну а пока начну верно с этих двух ну и прежде всего я хотел бы сразу прежде чем сделать обзор хочу поблагодарить двух человек это светлана с канала светлана just nice orchids и марина с канала marina orchids garden я оставлю ссылки на эти каналы в описании под видео хочу сказать девчонкам огромное спасибо за помощь в общем сделали неоценимую скажем так помощь я вам очень очень сильно благодарен ну и начнем цветет дендробиум а я вам его уже показывал цвел с этой псевдобульбы а сейчас растет рост и смотрите ну красивый конечно вот раньше я как-то он не в первый раз когда зацвел не приглянулся ну сейчас уже как-то я к нему присмотрелся что симпатичный и у него когда открываются цветы они более желтые что ли и и более грязный цвет но со временем они вот так вот высветляется и зацвел он не с предыдущей псевдобульбы то есть сначала процела последняя а теперь цветет предпоследняя если здесь он все с макушки то здесь он видите когда ну у этих дендробиумов цветением с одной бульбы может быть несколько раз ну вот он не выдал рост ну и пока собирался делать видео зацвела у меня она уже начинает отцветать это ванда ванда вьетнамика раньше она называлась хрестансония но уже переведена в разряд вант из-за всех этих перестановок думаю вы знаете что постоянно ботаники не дремлет и вот они переставляют она уже сбросил один цветок второе уже вот-вот ну было примерно то же самое только на два цветочка побольше выдала на два цвета носа цвела нам не ровно год назад тоже давала два цвета носа ну такая вот интересный орхидеям нравится мне цветы не смотрите как вертолеты выглядят зеленый цвет такой желтый зеленый обожаю зеленый зеленые цветы и вот такая вот кайма губы у нее конечно обалденная белая у меня знаете мне форма цветка напоминает одну из моих любимых орхидей голеандру вот смотрите голеандра у меня цветет а я думаю что вторую часть этого видео я сделаю небольшую прогулку по балкону там цветет у меня совсем немного но так сделаю беглый обзор и покажу вам свою голеандру вот форма цветка у нее очень похоже хотя они относятся к совершенно разным группам орхидеи это ванда там к это все думные голеандр относится к это все тут они и удачно дают между собой гибриды к это свету много лиандру и прочее такие гибриды я видел в продаже ну да в общем вот такая вот интересная орхидей про уход и содержание что дендробиума что ванда я говорил принципе ничего сложного обоим нужен мой яркий свет они оба у меня стоят на солнце переносят полуденное солнце ну и поливается они по мере просушки ну посмотрим корни 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 в общем есть поэтому переносят они в температурном плане они довольно таки гибкие сейчас бывает и жара и прохладно и в общем все им нравится такие несложные орхидеи ну вот знаете мою любовь к миниатюрным орхидеям это ванда представляете смотрите ванда кстати зацветает у меня повторно синяя моя ванда то не мог ее заставить свистит а вот недавно цвела и выпустила новый цвет у нас ну значит наверное ей понравилось вот такие вот орхидейки но это орхидея из орхидариума я вам я тоже показывал ну почему бы не показать снова это липань лепантас или погонифлора в орхидариуме то там то сям цветут орхидеи но вот это вот вот этот липантас цветет наиболее пышно цветет он наиболее пышно и видите как даже из-за этого из-за такого пышного цветения куст выглядит на мой взгляд довольно таки неопрятно это я ему недавно удалил уже вот видите как он бутон когда цветает она так вот скрючивается становится такой розоватый ну и он какое-то время еще держится вот наконец-то не все поотвалились и остались только бутоны ну и открытые цветы из всех липантасов вот этот вот оказался самый стойкий ему нравится все когда бы зимой прохладно до 17 градусов орхидариуме температура опускалась ему это нравится сейчас когда температура поднимается до 30 он тоже это спокойно переносит но подъем до 30 конечно лучше не допускать в орхидариуме я открываю дверь у меня было такое пару раз чтобы проветривалась потому что холодолюбивые орхидеи лишь при таких температурах просто в шоке после того как я вернулся из отпуска в апреле у меня скрючилась четыре липантаса моих холодолюбивых в основном ну и так они у меня и не восстановились недавно я пеньки от них выбросил к сожалению четыре штучки у меня погибли неправильно я придумал скажем так как содержать их во время своего отдалительного отсутствия нужно было по прежней схеме убирать такие вот особо крохотные в ящик такой импровизированный орхидариум ну я решил их оставить в орхидариуме в общем они этого к сожалению не перенесли они сильно подсохли ну и лето жара и прочее сделал свое дело на их просто добила пока они были в ослабленном виде ну а некоторые вот такие вот чувствует себя отлично смотрите он был ведь изначально всего лишь несколько листочков я учат на него смотрю просто балдею так вот разросся не сглазить ну смотрите какая прелесть еще одну вам сейчас покажу это тоже орхидея из орхидариума это спик линия спик линия табулоидос это такая вот орхидейка вот видите она цветет постоянно вот уже она мне я даже не помню как давно но она постоянно с цветами единственное цветы она прячет вам я тоже показывал вот такие вот красные ротики у нее цветы там спрятаны а почему я вам ее показываю приходила нам не доставалось очень такой убитой съеденной грибами абсолютно держалась на при высоком при высокой влажности воздуха ну и вот сейчас на нее смотрю как разросся классно куст после этого после того как она мне досталась съеденной грибами содержал ее на сухом воздухе она пришла в себя и узнаете ей всех нравится сухой воздух отлично влажный воздух орхидаре вот сейчас это тоже растет очень хорошо поливая и конечно даю и просыхать потому что все-таки боюсь что корешки у нее тоненькие как бы их не сгноить ну и по температурным режимом она тоже очень гибкая холодный ей нравится жарко и тоже нравится такая вот интересная орхидея посмотрите сейчас вам она вот болтается абсолютно в горшке и сейчас поливал сидит корнях папоротника вот на такой куст корней то там по сути-то не так уж и много вот видите это по сути все ее корни если обратно я ее вывалил почему-то что она там абсолютно вот так вот вставлены просто в этом горшочке вот такая вот орхидейка наращивает то есть она отлично зеленую массу при этом корни у нее корней много она как-то мне по крайней мере не дает вот такая вот это тот случай когда сам зеленый куст сам зеленый куст доставляет такой вот глядя на него просто кайф конечно и вот на следующий день зацвела мне горсурдия аппендикулата дождался я ее открытия это орхидея славится тем что цветет она очень недолго я как-то раз вам показывал орхидею однодневку который цветок который держится меньше одного дня это у меня был трекспермум сейчас он растет но не цветет и вот так же это вот такая вот орхидея ее цветы тоже держится один день но встречал информацию что цвести она может и два дня но посмотрим вот она мне сегодня открылась и поэтому не буду дожидаться вечера вечером буду занят поэтому сниму ее днем поэтому свет выставить правильно мне не удастся вы уж меня извините орхидея средних размеров даже миниатюры это уже взрослое растение это тоже относительно недавнем орхидея приходила на мне на дощечке на пластиковые дощечки в дырочке знаете такие наверное черные пластиковые карболитовые дощечки кстати вот сверху у меня повесил для для большей картинности это мой фаленопсиса дельцоза вот такой вот правильно его назвал да правильно ну я вам его тоже по моему недавно показывал вот такой вот кроха ой как мне нравится его цветы крохотные ну и само растение миниатюрное и вот значит приходила на мне на дощечки эти дощечки я очень не люблю во первых они некрасивые сами по себе как-то на них орхидея смотрится даже вот не очень я ее с нее снимал я знаете эти дощечки вот использую чтобы вот подножки стеллажа подкладывать выравнивать его как бы они в этом плане очень хороши ну а орхидею я с нее пересадил на пробковый блок сразу хочется сказать что после пересадки как бы аккуратно его не сделать корни все равно там как-то микротрещины появляются и они ну повреждаются и вот теперь она мне наращивает там уже мои корни в смысле корни которые в моих условиях выдала она мне 6 цветоносов один отсушила вот вот так вот сушит бутоны почему сушит бутон потому что есть сухо я ее поливаю опрыскиванием раз в день тогда она мне сбрасывает бутоны вот я ее опять забыла опрыскать утром и вот видите сразу пожелтевший бутон ну вот эти вот три цветочка она мне открыла я стараюсь ее опрыскивать два раза утро вечер тогда она смотрю начала мне развивать бутоны иначе она мне сыпала она мне уже часть бутонов сбросила вот такие вот у нее цветочки запах я пока не чувствую ну и вот давайте приблизим ее цветы смотрите какая губа рассматриваю сейчас впервые вместе с вами кстати говоря вот только увидел что она зацвела смотрите какие у нее на губе ответвление но интересный цветочек конечно это миниатюрка миниатюрная орхидея ну такая вот интересная вот цветочек у нее такой размер вот такая губа у нее какая-то вытянутая но по крайней мере цветок больше чем у фаленопсиса а делициоза незначительно но покрупнее ну это за счет вот это вот вытянутой формы губы вот такая вот прелесть в остальном в принципе каких-то капризов не я ее не увидел у меня была раньше такая орхидея а я ее как-то показывал своих проблемных проблемных орхидеях она приходила мне в маленьком размере и приходила с погибшими корнями целый год она мне висела я пытался выманить у нее корни и в орхидаре ми по всякому так мне корней и не дала и просто высохла вот взрослая растение конечно шансов у нее было больше даже вот зная что я ее снимаю с блока с прежнего что повредятся корни но тем не менее я был уверен что она мне даст уже корни в моих условиях ну так она вот и получилось в принципе все получилось благополучно такая вот интересная орхидея это все о чем я вам хотел сегодня рассказать у меня все пока пока